всем привет мы находимся на ячменном поле с кошином есть предположение что сюда могут летать вечером утки на жировку не получилось заранее приехать посмотреть но есть очень большие надежды сейчас как бы разведка боем взяли две собаки с собой и вас пыжо постараемся добыть ну тут комара кстати нормально многовато еще как бы не вечер но еще солнце не зашло но уже не вылетели сейчас подъезжали две утки летела но села на канал а вон там уже видишь летают 5 штук короче все идем а а а а сбил эту утку чего 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 тут 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 чего 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 так ладно потом я заберу ко мне ко мне или утку она на том берегу назад будем идти обойдем заберем сидели там где-то дальше наверно на канаве много там было да где-то голов 500 уток непонятно ты видела откуда они поднялись короче раз канавы поднялись мы будем смотреть наблюдать они вроде как улетели на озеро мы посидим я думаю что они прилетят нет не с этой канавы поднялись мне оттуда поднялись а ну с той стороны а Тебя видят Оля Ну тут есть перья и следы Лутины и все в следах в принципе Надо будет сюда утром прийти Приехать Следы, перья Помет Пошли туда дальше, пройдем Мы же все-таки налетят Они все-таки напротив этой Смотри, смотри Блин, одну Одну сбил Над канавой не хотел стрелять Придется забирать Угу Блин 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 можно как-то далеко далеко высоко мой там уже летают везде уже летают смотри смотри что делаешь а а да высоко он тебе пониже высоко смотри сколько их они откуда-то прилетают и прилетают офигеть а а а а а а капец что тут творится и все мимо вот такие два селезня у есть молодец ну что друзья немножко отвлечемся от охоты я думаю что много кто смотрел видео обзора этой коптильни от хобби смог холодного копчения дымогенератор ящик я все рассказывал что как и где опять же ссылка будет в описании если сейчас хотите можете зайти десяти процентная скидка по моей ссылке первый раз пробую уток диких холодного копчения вот я их уже подготовил вот так они у меня выглядят вот так значит сейчас по-быстрому расскажу как я их подготавливал к копчению потому что холодное копчение подразумевает себе что продукция которую мы будем коптить коптить холодным копчением она должна быть уже готовая в принципе к употреблению к еде потому что сама само копчение как бы не несет какой-то термической обработки ну то есть рыбу понятно что мы не не варим не жарим перед копчением но рыба как бы сушится как как мы вялем подвяливаем все равно и дальше коптим также и мясо вот я уже рыбу коптил мясо коптил рульку отлично получилось скумбрию и куриные ножки тоже все получилось отлично но рецептов уйма в интернете кому интересно я думаю посмотрят нам же у нас канал про охоту нам интересно как будет дичь вкусно или нет значится рассол как я делал рассол взял воду и начало солить солим пока не начинает всплывать сырое яйцо то есть солим мешаем когда начинает всплывать сырое яйцо соли достаточно плюс специи по вкусу кто что любит я острый перец смесь перцев потом чеснок выдавил лавровый лист и душистый перец все никаких там хмели-сунели ничего этого не добавлял чисто перцы красного побольше всыпал чтобы было поострее может к пиву потом рассол доводим до кипения буквально он закипел выключаем закидываем туда уток и на 3 на трое суток налил значит духовке противень водой поставил сверху решетку выложил туда уток ну где-то у меня час пятнадцать так варилось не знаю я думаю что готово оптимально чтобы был термометр который меряет температуру мяса внутри нужно чтобы у нас мясо внутри 75 градусов 75-80 градусов чтобы оно уже было готово но у меня такого градусника нету поэтому я делал на глазок заряжаем нашу коптильню ставимся чтоб она дымела и оставляем ее не знаю я думаю что где-то вот сейчас у нас обед и где-то до ночи но температура пока сильно не упадет воздух где-то я думаю до часов двенадцати она покоптится часов около восьми десяти я думаю будет нормально перед тем как коптить то что мы коптим должно быть сухое снаружи потому что если будет влажное вот у меня было были вопросы с рыбой потому что рыба была влажная то что мы коптим должно быть сухое вот я оставил на ночь вчера можно сказать на водяной бане она приварилась утка и я оставил на ночь на решетке чтобы она подсохла сверху так ну все вот вывесили вот у нас получается восемь раз два три шесть семь восемь уток и один чурок сейчас выставляем запускаем дымогенератор приехал друзья приехал утром опять же туда же вчера ну так много стрелял утки утки вчера много стрелял но мазал мазал как бы далеко стрелял сейчас утром приехал опять утки летают приехал затяну где-то пол четвертого ой пол пятого сейчас пять пятнадцать и утки вот уже летают блин сейчас налетят идут не будет нужно еще подранка поискать ну может что-то там уже на поле налетела я как-то смазал чьего сегодня только взял ну там сидишь расстрелял расстрелял почти все патроны вчера осталось только 10 штук но уже меньше я думаю еще мы сегодня тоже стрельнем по уткам но блин что-то как-то у меня в этом сезоне стрельба не идет пока Не могу пристреляться Никак Есть Молодец, молодец, принеси Взять Фу, молодец, фу, брось Блин, промазал так жестко Очень жестко промазал Что интересно, вот тут сразу за дамбой Ну метров 30 получается Если напрямую канал уйдет Так же как и тут И там утки падали Вот перед тем, как я стрелял последний раз Два раза И они даже после выстрела не поднялись Далековато Далековато Вот зеркал Да что ж такое Все мимо да мимо Все мимо да мимо, блин Только встает солны Только показалось У меня уже в принципе охота закончилась Блин, конечно, стрельба у меня отвратительная Пока что Ну будем стрелять, тренироваться Ничего страшного Бывает Надо пристреляться Это, конечно, непередаваемое ощущение Кто На поле никогда не охотился Это Совсем другое Это Не на перелете Даже на озере Но это Единственный, конечно, минус того Что эти все кадры Это Такое уже Когда солнце зашло Освещенность Очень Слабая От этого и стрельба Конечно, страдает От того, что света нет Все не в пользу Нашего канала Но Ничего страшного Вот и мой подранок Вчерашний Уже хищники его раздербанили Так А, вот Как это она так быстро успела Казалось бы Вот Отличная Охота была И вечерочка И утряночка Много утки летала Выстрелил Больше 20 патронов Наверное Получается, да Выстрелил больше 20 патронов А результат Очень Такой Слабенький Много мазал Такой Ну И эйфория И Такой осадок Получился Как бы Немножко на душе Из-за Подранков Уже вот получается Которую охоту Три охоты У меня уже в этом сезоне И три С подранками Что я не добираю Так Ну на поле это Я обязательно вернусь Обязательно На днях Впереди еще два дня охоты Еще обязательно Я на вечерку приеду Возможно даже завтра Потому что Как бы Охотники тут ездят Вот эти вот Ячмень Что лежит в рядках Его Скоро будут тюковать Это тоже Дополнительно Испугает утку То есть Когда Протюкуют Этот весь ячмень Уже утка Будет хуже летать Кошло время Продегустировать То что у нас Получилось Копченых уток И черка Скажу так Получилось Вкуснее Чем я ожидал Это все у нас Покоптилось Где-то 12 часов После того Я вывесил Проветриться Где-то Тоже на часов 12 И положил В холодильник Потом все Где-то оно уже У меня хранится Ну Два дня Кто Первый раз Коптит Сразу Если употреблять После копчения Будет горчить Нужно Ну Где-то Пару дней Чтобы это все А то и неделька Даже Чтоб она полежала Дым этот Равномерно Разошелся По продукту Мясо По вкусу Я думал Будет жестче Но В принципе Вот Чем-то напоминает Вот я делал рульку Мясо кабана Примерно Такое же От попадания Дроби Кровь Поставалась В некоторых местах Но это Эти места Мы чиви вырезаем А так Отлично Сразу Несколько советов Суток Я сейчас Снимаю шкуру Потому что Они сейчас Линяют Много остюков Если будете Коптить То лучше Целиком Вот как я Черка Оставлять Шкурку Она все-таки Не дает Проходить Вот этой Горечи Дальше Вот черок Вообще Получился Изумительным Чувствуется Вот чесночок Шкурка Дает Положительный Результат И чурок Получился Просто Бомбезный Ну и утка Тоже Бомбезная К этому делу Вообще Просто Супер Дикую утку Можно коптить Даже Нужно Коптить Всем приятного Аппетита Продолжайте Просмотр Ссылка На коптильную В описании Всем привет Ну что Приехали мы Позавчера Здесь были Ячменное поле Утки Летят на вечерку На кормежку Но сегодня уже Вот Мы раньше приехали И раньше утки Начали лететь Ну все Вперед Там Димон С Максом И мы с Олей Сейчас Будем Охотиться Надо дальше Идти туда Вот в прошлый раз Садились Вот там вот Типа Где они крутятся Только ближе сюда И вот здесь Я снял вот тут И они Ну что Уже мы где-то Полчаса тут За дамбой Там озеро Посреди деревни Где-то Полкилометра Они отсюда Прилетают Уже первые Стайки Такие небольшие Летали там Кто-то присел Кто-то до сих пор Кружит Но у нас еще Пока ничего не налетело К сожалению Налетит будем Обязательно стрелять По-быстрому себе Укрытия Такие Заварганили Конечно Если палки были Было бы получше Я тут катался И такой Дырка Сиди, Макс Сиди, сиди 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 Вон они Сейчас Сейчас налетят Сиди 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 Блин Заварганили Хрен Попал 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 Падает Есть Есть Беги Беги Сиди Сиди Беги 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 Сиди Сколько летит Спрячься Спрячься В сено Сиди Смотри Какая стая Большая Сиди Сиди Блин Садятся Туда Сейчас Буду стрелять Беги Под ножик Хрен Беги Хасудра Ноху свела Ой Блин Смотри Какая Падает Одна Кусок О Падает Видишь Беги Туда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok